Продолжение следует... Евгений Юрьевич, да, дорогие друзья, пожалуйста, напишите, насколько нас хорошо слышно и видно. Ну и по понятным причинам сегодняшний эфир посвящен Украине, а точнее тому, что же это все-таки такое, боевые действия или специальная операция. Евгений Юрьевич, вам слово. Нет, ну понятно, что это боевые действия. И это же специальная операция, потому что одно без другого не бывает. Я не знаю, насколько это ширкомасштабные боевые действия, поскольку я не обладаю реальной информацией. Мы получаем только какую-то худшую информацию из разных средств. Юрьевич, извини, пожалуйста, вот пишет какой-то негодяй, Колпак, то есть Колпакиди сдулся. Колпакиди реально задерживается. Писать фигню здесь не надо, он скоро приедет. Извини, Юрьевич, пожалуйста. Да, да. Потому что понятно, что масштаб боевых действий нам неизвестен, поскольку нам дают только худшую информацию из разных источников, официальных, неофициальных и соответствующих комментариев, поэтому этого обстоятельства я не знаю. Что сказать по сути того, что произошло? С одной стороны, Киев долго нарывался на подобного рода решение проблемы. Уже долгие восемь лет он измывался не только над населением Донбасса, но и над населением значительной части Украины, поскольку, я надеюсь, на Украине еще живут миллионы-миллионы советских людей, здравомыслящих людей, которые хорошо помнят нашу совместную историю и то, что мы вместе уничтожали нацистов в годы Великой Отечественной войны. Сейчас, по сути дела, восемь лет у власти в Киеве находятся прямые наследники гитлеризма. Может быть, еще более озверелые и более наглые, которые являются прямым орудием крупного капитала, мирового капитала в борьбе с Россией. Да, с одной стороны, это межимпериалистические разборки. Я согласен. С другой стороны, нам не говорят всю правду, когда говорят о том, что вот такая ситуация сложилась. А вы задайте себе вопрос, а почему она сложилась? А причиной этой является, прежде всего, антисоветизм и антикоммунизм. Потому что Советский Союз развалился именно поэтому. Вспоминайте известный алгоритм Яковлева. Авторитетом Ленина бьем по Сталину, авторитетом Плеханова по Ленину и Сталину в случае успеха, авторитетом общечеловеческих ценностей по революционизму вообще, по социал-демократии вообще, по коммунизму вообще. Вот первопричина развала Советского Союза и появление всех этих русофобских, бандеровских режимов. Почему на Украине сложился именно такой режим? А это с самого начала было заложено в историю самостийной Украины. На базе чего создавалась эта Украина? Не на базе националистического руха. Не при помощи этого националистического руха Кравчук в 90-м году стал председателем Верховного Совета Украинской ССР. И получив эти полномочия, он получил право подписания тех документов, которые они подписали вместе с Кравчуком и Ельцином в Беловежской пуще. И вот мы получили сейчас этот результат. Всем здравомыслящим людям было понятно это с самого начала. Ну хорошо, в 90-е годы у нас у власти находился Ельцин и его семейка. Но потом, в 2000-е годы, все попытки договориться с Украиной, они только ухудшали ситуацию. Вспоминайте знаменитую книгу Кучма «Украина, не Россия». Это же была прямая заявка Западу. Давайте, давайте, платите нам побольше. Мы готовы выступить именно в этой роли. Ющенко, я вообще молчу про этого нациста, который реабилитировал Шухевича и Бандера и присвоил им звание Героев Украины. Потом приходит вроде бы более-менее здравомыслящая администрация Януковича. Там разные были силы. Азаров наиболее здравый человек в этом руководстве. Но он во многом не определял политику, он занимался экономикой. А кто политику-то определял? Янукович и его присные, которые, с одной стороны, были такими же барыгами, как и все остальные. А с другой стороны, открыто стали заигрывать с нацистами. С той же свободой, с той же унаунсойт и ДТП. И вот мы получили результат в 2013 году. И совершенно очевидно было, что чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому, когда говорят о том, что вот началась война и так далее, и так далее. Вы знаете, война в войне рознь. Есть справедливые войны, а есть захватнические войны. Есть революционные войны, а есть войны, которые ведутся ради захвата колоний, ограбления народов и территорий. И так далее, и так далее. То, что надо было свергать этот нацистский, откровенно профашистский режим украинских нацистов в Киеве, это совершенно очевидно. С ними договариваться, в принципе, нельзя. Потому что в основе украинского нацизма, с одной стороны, лежит создание украинского этнократического государства. Это прямо прописано в их программах, и в программах их главных идеологов, почитайте, того же Дмитра Донцова. А с другой стороны, второй главной целью этого нацистского режима является уничтожение Московско-Азиатской империи. Это опять-таки я цитирую Дмитра Донцова. Как одна из главных задач украинских нацистов. Именно это было указано в этой книге. Не случайно, буквально на днях, Тегни Бок, в одном из телеканалов на украинском ТВ сказал, что наша главная задача развал России на 20 государств. Потому что в противном случае нам, украинцам, счастья не видать. Но они реально вот этими своими заявлениями и нарвались, что называется. И им же сказали, хватит обстреливать Донбасс. Нет. Им же сказали, хватит стягивать войска к Донбассу. Нет. Ну и так далее, и так далее. На словах одно, на деле другое. Ну, я считаю, что вот в этой ситуации российское руководство приняло правильное решение. Потому что здесь действительно была перейдена уже красная линия. Я не знаю, насколько шло интенсивно и масштабно военное освоение Украины. Но совершенно очевидно любому здравомыслящему человеку, что создание военных баз на территории Украины – это смертельно опасно для России. Вспоминайте истоки Карибского кризиса. Я не говорю, что это прямые аналогии. Но ситуация была примерно такая же. Почему он возник, этот кризис? Не только из-за агрессивной политики США, но прежде всего из-за того, что они разместили в Турции и в Италии свои ядерные ракеты. Это было первопричиной. И мы можем по-разному оценивать поведение Хрущева. Но задачу тогда, вот в результате этого кризиса, он решил. Эти ракеты были убраны из Европы. Вторичные американцы, кстати, только через 20 лет посмеют себе поступать таким же образом, когда Рейган начнет размещение крылатых ракет на территории ФРГ. Понимаете? Вот примерно такая же ситуация и сейчас. Они создали позиционные районы в Польше и Румынии. Понятно, почему именно там. Но им этого показалось мало. Теперь им нужна была Украина. Именно для этого. Так что вот так вот. Спасибо, Евгений Юрьевич. Николай Николаевич, тот же вопрос вам. Единственное, с небольшой поправкой, в меня летят камни и правильно летят. Конечно, я имел в виду, война это или спецоперация. Ну, что я могу сказать. Вот видишь, что пишут? Какой-то придурок. Они, кстати, скрывают свои имена. Спицын, ты что, куришь там, поделись? Еще, знаете, пишут там, Платошкин в взводном на поле боя. Я не взводный. У меня более высокое звание. И как вы, скоты, в тылу отсиживаться мы не будем. Анжелику в ГАГу. Да Анжелике въезд закрыли. Вот вы тут все ноете, многие там. Ой, теперь в Евросоюз не поедет. Она и так не поедет. Итак, первое, знаете, вот эта вот вся шпана меня чем поражает? Гибнут люди. Хорошо это, да плохо, конечно. Твою мать, а вы что делали, когда они в 8 лет гибли? 13 тысяч человек на Донбассе. Плевать, что ли? Это не люди. Или просто гибли, по телевизору их не показывали. Да, и черт с ними, не наши, да? Подыхают пенсионеры в подвалах там, которые соленые огурцы и помидоры едят. Потому что на огород даже выйти не могут. Вам плевать было на это все, да? Когда в Одессе сжгли людей, вы левая псевдолевая сволочь. Когда мне человек говорил, которого там со второго этажа выкинули, блин, что его спас Маркс. Я говорю, каким образом? Да в Доме профсоюзов, говорят, были тома Маркса. Я им обложился, говорит. И когда они меня били прутьями, они мне ребра, говорят, все сломали, если бы не Маркс. Выкинули со второго этажа или в лопухи, говорит, уполз. Они не люди, нет, когда их жгли. Когда всю Компартию разгромили, вы так называемые левые, вы что делали там? Когда в офисе КПУ убили двух человек в Киеве. Кто сто человек на Майдане грохнул? Российская Федерация? Да они сами сейчас этого не скрывают. Что это они сделали? Вот это вот всю небесную сотню. А сколько они людей лишили работы из-за их взглядов? Сколько они их по тюрьмам там распихали? И как сейчас могут левые, я не знаю кто, защищать Бандеру и Шухевича? Вы что, с ума что ли сошли, в конце концов? Какие-то более такие интеллектуалы говорят о межимпиталистических противоречиях. Голова, да? Вот смотрите. Когда в 44-м году американская армия наступала на Германию, а Америка была капиталистической страной? Да более чем. Германия была капиталистической страной. Да более чем. И нам было наплевать что ли тогда, по вашему мнению, кто из этих империалистов победит? Так что ли? Вы понимаете, хоть мозги включайте иногда. Это первое. Второе. Вот тут пишут, значит, деятели. А кто сколько потерял на курсе рубля? Понимаете, шпану-то за 30 лет воспитали. Вот кроме курса рубля, там кровь льется. А их вообще ничего не интересует. Вот лишь бы, так сказать, на курсе ничего не потерять. Поэтому в этой спецоперации речь идет о том, что будет сменен нацистский режим в Киеве. Да, Платошкин, когда его не выгоняли еще с телевизора, говорил, что это все равно выльется в войну. Вот эта обезьяна с гранатой, она все равно выльется. Я что предлагал тогда? Я предлагал разорвать отношения с тем режимом. Не признавать выборы Зеленского. Правительство свое, Украину, создать и признать его. Вести всеобъемлющие санкции. Тогда режим бы не смог вот этот нацистский укрепиться. Если бы это произошло еще несколько лет. Он рухнул бы. Таких примеров в истории много. Поэтому я думаю, что сегодня, если все будет нормально, Киев будет освобожден от нацистов, система нацистского сопротивления упадет, а к братьям и сестрам на Украине одно. Но, дорогие товарищи, для нас любая капля украинской крови, это такая же русская. Вы и мы, мы не можем быть на разных сторонах. Мы единый и общий народ. Не защищайте этих нацистов. Зеленского с его домом там в Лондоне и прочее. Есть ли у нас олигархи? Есть. Является ли Россия солистической страной? Нет. Но вы думаете об одном. Вот свержение нацистов в Киеве. Но пусть там, я не знаю, в Москве думают кто-то там. Не с точки зрения социализма. Вот свержение нацистов в Киеве, это хорошо или плохо? Единственное, я считаю, что как можно меньше жертв при этом должно быть. Потому что, еще раз, и те, и другие наши братья, пожалуйста, военнослужащие вооруженных сил Украины, погранслужбы, не защищайте нацистов. Не защищайте капитана вермахта Шухевича, нацистского подонка Бандеру, убившего массу ваших дедов. Переходите на нашу сторону или уходите домой. Кровопролитие никому не нужно. И после этого народ Украины сам должен решить свою судьбу. Я говорил, и моя точка зрения не изменила, что зажиточная, хорошая, счастливая жизнь России и Украины, на мой взгляд, возможно только в едином государстве. Поэтому, если вам будет предоставлена возможность свободно определить свою судьбу, а мы будем делать все, чтобы такая возможность у вас была, я призываю вас последовать примеру Крыма и голосовать за воссоединение. Означает ли это введение социализма в Россию? Нет. Означает ли это громадный шаг в сторону левого поворота социализма в России и на Украине? Да. Спасибо. Евгений Юрьевич, вопрос такого характера. Значит, либералы заняли свою позицию антивоенную, это понятно. Но, вот та часть левой силы, которая присоединилась, ну, якобы присоединилась к либералам, обвиняет другую часть левых сил в том, что она заняла пропутинскую позицию. Что мы можем ответить? Да дело не в том, пропутинская это позиция, антипутинская или еще какая-то. Дело-то совсем в другом. Вот, люди, задумайтесь, в Киеве на протяжении последних восьми лет находятся у власти фашисты, украинские нацисты, которые всегда были смертельной угрозой для нашей страны. Неважно, какой режим здесь был, какой политический строй, какая формация. Сталин что, не сражался с нацистами украинскими? У меня дед закончил войну в Чехословакии в составе 38-й армии. Когда они шли через Украину в Чехословакию, как раз этот фронт формировался в районе Тернополя, потому что он воевал на Первом Украинском, это армия 38-я. Когда они освободили Черновцы летом 43-го года, то специально часть войск Первого Украинского перебросили под Тернополь и стали формировать новый Четвертый Украинский фронт второго состава для борьбы в Карпатах. И вот Первая Гвардейская, 38-я, 18-я армия, где служил, кстати, Брежнев, они вошли в состав вот этого самого Четвертого Украинского фронта. У меня дед получил одну из своих боевых накрад как раз в боях за Дубкинский перевал. Это в Карпатах. И они тогда уже параллельно воевали не только с немцами, но и бендеровцами, которые стреляли им в спины в прямом смысле. А после того, как война была окончена, вместо того, чтобы поехать домой в Москву к своей жене, моей бабке, а не Гавриловне и трем детям, он еще на три с лишним месяца остался на Западной Украине. И они из фрона выкуривали этих бендеровцев. Я пацаном был, он мне рассказывал, какие ужасы там творили бендеровцы со своим местным украинским населением. Не с жидами, не с поляками, не с русскими. А именно с местным населением. Целыми хуторами и селами вырезали всех. От грудного младенца до старика. Они находили головы женщин с младенцами в дуплах деревьев. Это зверюги самые настоящие. Надо же понимать, кто сейчас у власти. Неужели это непонятно? Сидят строят из себя эти, как говорят, чистоплюев. А наши диты не сражались. Главное, вы 13 тысяч людей на Донбассе оплакиваете? Вот вы здесь все, кто пишет это. Или вам плевать было на это? На этих 13 тысяч человек. А кто-то говорит, это 15. Да какая разница, хотя бы 20 их было. Послушайте, любая война. С фашистами это священно-освободительная война. Кто поднял организованную борьбу с фашистами? Прежде всего коммунисты по всему миру. Все остальные. Мелкая буржуазия, социал-демократы, крупная буржуазия. Все эти политические партии сдулись. Только коммунисты создавали движение сопротивления в оккупированных странах. Только коммунисты первые шли и говорили за родину, за Сталина. Поднимали народ. У нас на фронте погибло около 3 миллионов коммунистов и около 4 миллионов комсомольцев. И вы будете сейчас ставить на одну доску любой политический режим с откровенными нацистами и фашистами, которые не просто что-то декларируют и не просто лозунги выкрикивают, а которые реально устроили фашистскую диктатуру и террор на территории всей Украины. Я напомню слова Димитрова. Фашизм, открытая террористическая диктатура, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Посмотрите на режим Зеленского. Открытая террористическая диктатура. Запрещается полностью русский язык. Вы что, не видели, что на территории Украины мужика только за то, что он майку с гербом СССР одел, присудили к тюремному заключению? Что любых несогласных с властью кидают в подвалы СБУ и т.д. и т.п.? Что они ведут постоянный обстрел мирных поселков и городов Донбасса? Спасибо. Знаете, я вот еще говорил тогда украинцам, как людям говорил в 19-м году, когда еще имел такую возможность. Да не голосуйте вы за Зеленского. Это гламурный бандерло. Такой же негодяй, как и Порошенко. Но только в таком вот обличии более-менее. Какого черта мы за вас, за украинцев, за фашистский режим теперь отдуваемся? Да, немцы избрали Гитлера в свое время. Отдуваться деду моему пришлось за это, понимаете? За их глупость и тупость. Да, мы ждали, что украинский народ сам разберется. Мы ждали, что и немецкий народ разберется. Что 22 июня рабочие Германии встанут и скажут, вы что, обалдели что ли? Вы на кого лезете? Ну, они разобрались. Кто-то по тюрьмам, кому-то голову отрубили. Кто-то струсил. Ну, так и на Украине задавили всех людей. Какая война с Украиной? Там миллионы людей за нас. За Советский Союз. Просто в отличие от вас, болтунов. Там вам попробуй в чате вот это напиши. СБУ сразу придет. Из-за сепаратизма лет 10 человек огребет. Или вообще просто ни за что огребет. Бузину не помните, Олеся. Человек просто книги писал. Писал правду в истории. Его же убили. И самое главное. А что, нашли убийц? Нашли. А что, их покарали? Нет. Ну, вы что, вот это вот все хотите? Вы дожидаетесь, пока они вооружатся до зубов. И уже бои будут идти в Курске, что ли? Или, как они говорят, Кубань тоже наша. Да, я еще раз говорю. Надо было до этого пытаться не военными средствами, мягкой силой убирать эту диктатуру. Ну, извините, я не был во власти. И сейчас в ней не нахожусь. А наоборот, как вы знаете, да? И то, что там происходит, абсолютно не меняет моего отношения. Ни к пенсионной реформе. Ни к преследованиям оппозиции в России. Нисколько. Но быть негодяем и трусом, значит, который свою жизнь меряет по курсу рубля и доллара, я никогда не буду. И разочаровывайтесь, а мне нет. Не разочаровывайтесь. Мне плевать на это, понимаете, какой будет курс. Плевать. Мне самое главное, чтобы людей там как можно меньше погибло. И чтобы я, как я говорил на телевидении, смотрел процесс в Одессе над военными украинскими преступниками. Вот этой сволочью, которой жгли там заживо людей. И беременных женщин душили телефонными проводами. Я дождусь этого. Кто должен руководить процессом, по вашему мнению? Я думаю, что сегодня в Киеве сменится власть. Временное правительство Украины должно будет провести честные и свободные выборы. Причем, опять, я, конечно, не могу тут что-то предписывать, вы же понимаете. Но я считаю, напустить надо всех. Вот в том числе и ныне. Не делать так, как они делали в 2014 году, разгромив Компартию. Как Гитлер в 1933. В выборах можете участвовать все, кроме коммунистов? Нет, пусть участвуют все. И те, кто за Евросоюз, и те, кто за Америку, и те, кто за Россию. Не участвовать в них. Вне закона должны быть поставлены те, для кого военные преступники Бандера и Шухевич, вот эта мразь, да, залившая кровью Украину в свое время, для которых они герои. Вот они все должны быть запрещены. Другие пусть участвуют. И пусть правильно народ Украины без этих вот ботов в чате, пусть он сам определит свою судьбу. Давайте референдум сделаем. Под международным контролем, под каким угодно. За воссоединение, против воссоединение. Мне просто, знаете, кажется, вот такой мрази на Украине, который меряет свою судьбу по курсу доллара, там их в разы меньше, чем в Москве. Да и в регионах у нас люди нормальные. Это здесь, понимаете, сидят и думают, ой, запчастей для моего Порши больше не будет. Что делать-то вообще? На распродажу высокой моды в Милан не поеду. Какой ужас, а. Николай Николаевич, я прошу прощения. Вот я только что читаю комментарии под одним из своих роликов. Совершенно согласна с вами. Я сама киевлянка. Правда, сейчас уехала в Венгрию. Давно пора навести порядок. Во что превратили цветущую страну? Эти подонки. Сплошной бомжатник. Простите за выражение. Мое детство прошло в Украинской ССР. При правлении Щербицкого. Это было не то, что сейчас. Тогда мы действительно гордились своей страной. Но она абсолютно правильно это написала. Совершенно верно, да. Люди... Вот опять мне интересно. Сейчас пишут, у нас режим хреновый, и мы со Спицыным не говорим, что он у нас идеальный. У меня вопрос тогда. Что ж с Украины миллионы уехали после 2014 года? И что же эти негодяи с партии «Слуга народа», бабушки, которые нечем было платить за газ в деревне, говорят, у тебя собака вон на цепи сидит. Иди продай, заплати. Это нормальные люди. Хорошие, да. Замечательные. Которые свой народ за быдло держат. Еще раз. Это не означает, что у нас все идеально. Нет. Но мы поэтому со Спицыным ведь не в единой России. Правда? И не в ЛДПР. И не в новых людях. Хотя могли бы, наверное, там быть. Правда? Нас бы там, наверное, с распростертыми объятиями приняли. Я бы у меня сейчас условного срока не было. Но мы своих идеалов придерживаемся. Я еще раз. Вы вдумайтесь. Вы как бандеровцев-то можете защищать. Они вот, Евгений Юрьевич говорил, вам дополнить еще, как они женщинам живым в влагалище стекло битое совали во время геноцида на Волыне. Вы вот этих вот защищаете, что ли? Да попались бы и вы им тогда, не дай бог. Или распинали людей, или живыми двуручными пилами распилывали. Это все польские источники говорят. Там за слово Бандера вы три года можете огрести в Польше нынешней, который член НАТО, Евросоюз. Вы кого защищаете-то, а? Они штыками, штыками грудных младенцев дверям прибивали. Мне дед это рассказывал. Немцы в шоке были от зверств этих подонков. Вы знаете, как с ними поступили партизаны Кавпака, когда они перебазировали с Черниговской области на Западную Украину? Там эти бандеровцы оперировали, они вызвали двух партизан на переговоры. Ну, типа, да? Двое партизан пришли, они их зверски совершенно убили. Там звезды им выкололи и прочее. Вы знаете, что с ними сделали? Какая спецоперация была проведена? Кавпаковцы поймали этих двух бандеровцев, чеку из гранаты выдернули и в задний проход им засунули. После этого бандеровцы с партизанами не связывались. Вопрос обоим участникам. Дело в том, что обсудили вот позицию так называемых левых, будем так говорить. Но, к сожалению... Как левые могут быть за бандерами? Так называемых. Я поэтому специально акцентировал на этом внимание. А теперь позиция либеральная. И, дорогие друзья, я просто вынужден это прочитать, потому что под этим комментарием огромное количество лайков. То есть одобрений этому комментарию. Итак, Евгений Юрьевич, война это всегда чья-то смерть. И кричать «Ура! Смерти!» такое же преступление, как и нападение на чужую страну. Человек-идиот, что ли? Где они услышали из моих уст или из уст Платошкина «Ура! Смерти!» Нет-нет, это не к вам, это вот к общей ситуации именно. Нет, а кто кричит «Ура!»? Мы что, сейчас кричим «Ура!»? Мы пытаемся объяснить людям ситуацию. Мы что, в отторге от того, что начались боевые действия, что гибнут люди? Да нет, конечно. Но мы, я еще раз говорю, что с бандеровцами договориться нельзя. Мы могли договориться с фашистами или с японскими милитаристами? Да нет! Сама их идеология предполагает войну. Они только ждут удобного случая. Они только в кошки-мышки играют. То же самое и здесь. Никто не рад тому, что произошло. Больше того, я вчера уже сказал, что мы сами во многом виноваты, что на Украине сложилась именно такая ситуация. Мы все время пытались там, типа, все рассосется, что мы их купим, что мы их, так сказать, да нельзя, история доказывает, что с фашистами иначе разговаривать нельзя, их надо уничтожать. Одно дело, правда, ряженые фашисты, потому что Зеленский это ряженый фашист, но он стал марионеткой. Мы до последнего думали, что мальчик перебесится, возьмет себя в руки, что называется, и проявит свою способность руководить государством и поставить всех на место. Но он заигрался, но он шел на выборы, вспоминайте, под какими лозунгами? Под антивоенными? Почему он одержал веху у Порошенко? Почему за него проголосовали 73%? А потому что уже тогда у большинства граждан Украины было желание прекратить эту бойню на Украине. Они же проголосовали именно потому, что он выступил с программой мира, с программой реализации Минских соглашений. Он об этом говорил прямо на выборах, но когда он получил власть, он под диктовку американцев стал делать в точности да наоборот. Пока был Трамп, он ни шаг и ни валка, потому что ему прямых команд из Вашингтона не поступало. Трампу было глубоко наплевать на Украину. Как только пришла опять эта администрация Байдена Обамы, которая, собственно говоря, и развязала этот конфликт, все пошло в ускоренном темпе. И Зеленский показал все свое настоящее мурло. Вот о чем речь идет. Сейчас, вот опять я хочу еще подчеркнуть, есть справедливая война. Любая война с нацистами, с фашистами, тем более теми, которые прямо угрожают нашей стране, жизни наших граждан, нашему благополучию, спокойствию, нашему желанию, значит, действительно создать на новой основе единое социалистическое государство, надо объявить беспощадную войну не на жизнь, а на смерть. В противном случае мы всегда будем находиться под угрозой военной агрессии, под угрозой постоянных диверсий и т.д. и т.п. Под угрозой мелких и крупных провокаций на международной арене, которые всегда будут наших геополитических противников и врагов призывать к себе в союзники, получать от них, так сказать, на корм и выступать в роли провокаторов. Вот этих собачонок, которые будут тяпкать и создавать нам проблемы по периметру всех границ. Неужели трудно вот это понять? Спасибо, Евгений Юрьевич. Тот же самый вопрос, Николай Николаевич, я адресую вам. Напомнить? Да. Война это всегда чья-то смерть и кричать ура смерти такое же преступление, как и нападение на чужую страну. Я уже сказал, да, что для нас, для меня во всяком случае, я думаю, для нормальных людей любая капля украинской крови, она такая же, как наша. Мы единый народ, единый. И то, что мы действительно упустили время с 91-го года, я говорю мы, да, я во власти не был ни одного дня в это время, но я и себя, и со всех нас ответственности не снимаю. И мне до сих пор, я говорю, жалко всех тех людей на Украине, которые, может быть, даже не погибли в Донбассе, которые не дожили, не долюбили просто из-за этой жизни, которая там началась. И у нас тоже, тоже, конечно, но все-таки еще раз говорю, разница в режимах огромная. Я себе, например, пока не могу себе представить, чтобы у нас на Красной площади памятник Власову стоял, да, или был проспект там имени Руа, вот этой Власовской русской освободительной армии, а у них это есть. Поэтому, если речь идет о деноцификации Украины, то вдумайтесь, как можно против этого быть-то? Вы хоть вообще вдумайтесь, а у этих одно, курс доллара, жрачка будет дороже, там, я не знаю, как животные все равно, понимаете? Вот у меня от другой точки, там людей убивали 8 лет, а у них лишь бы курс доллара был нормальный. Позорище, что у нас вообще есть такие люди еще остались. И сейчас как психи, да и надо бежать в Сбербанк, там, снимать рубли. Зачем? Какая связь-то хоть? Надо действительно помочь ликвидировать нацистский режим на Украине с наименьшими жертвами и для Украины, и для России, чтобы им больше там не пахло, чтобы воцарились мир, чтобы мы жили в единой стране, вот когда был Советский Союз. А я помню, вот эти же негодяи, которые здесь пишут, они в 91-м так писали, а зачем нам Советский Союз? Нам лишь бы носки в магазинах продавались, лишь бы колбаса была повкуснее. Пошел нафиг этот Советский Союз. Так распад СССР, это вот то, что мы сейчас переживаем. Когда его в Карабахе переживали, нам было плевать. Вот тут еще персонаж пишет, вошли в Афганистан. Да, вышли оттуда под влиянием таких вот моральных уродов. Потом эти бандиты пришли в Таджикистан, убили там 60 тысяч человек, заставу нашу вырезали. Потом пришли в Чечню, нам тоже было наплевать. Это же далеко где-то происходит, правильно? Потом они в Буденновск пришли. Потом они в Москву пришли, в центр на Дубровке. Куда было отступать-то дальше? А все да, говорит, мы же против войны, а мы что, за что ли? Понимаете, 22 июня надо было позвонить Гитлеру, сказать, мы против войны, мы не хотим воевать и курс рубля, не дай бог упадет. Ну что бред-то нести, понимаете? К сожалению, не только от нас-то все это зависит. Если все это зависело от нас, ну что, был бы нацистский режим на Украине, что ли? Мы не хотим. Да я тоже стареть не хочу, например. Дальше что? Спасибо. Известный дипломат, советский дипломат-политик Вячеслав Матусов назвал всех тех, кто против данной операции, ну чуть ли не преступниками государственными. Евгений Юрьевич, вы согласны? Да нет, но я не буду говорить о том, что это государственные преступники, потому что это люди не находятся во власти, у каждого может быть свое мнение. Я лишь пытаюсь объяснить со здравой точки зрения нашу позицию с Николаем Николаевичем и с Вячеславом Николаевичем. Потому что еще раз говорю, фашистов надо уничтожать. Это угроза всему человечеству. Но неужели это непонятно? История не раз уже это показывала. Вот, Евгений Юрьевич, смотрите, если бы Гитлера придушили в 1934 году, 26 миллионов наших соотечественников были бы живы. А тоже, знаете, пытались договариваться, разбираться. Договорились. Да, 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 вот именно, понимаете? Еще раз говорю, что коммунисты оказались единственной организованной силой, которая встала на борьбу с фашизмом. Более того, я вспоминаю, когда началась Великая Отечественная война, Сталин специально пригласил Димитрова, председателя исполкома ИТИКИ, и сказал ему, товарищ Димитров, сейчас актуальна идея не революционной войны, а войны отечественной, войны защиты своего отечества. Потому что мы столкнулись с фашистской агрессией. Нам надо защищать наше социалистическое отечество. Это наша родина, это первое в мире государство рабочих крестьян. И сейчас борьба с нацистами, которые взяли реванш за 1945 год. Вы, сволочи, не понимаете этого? Что они торжествуют сейчас, последние 8 лет? Юрьевич, ты извини, пожалуйста, а вот такая же потребительская дрянь, они что писали в 1938 году? Зачем Испанию поддерживать? Она далеко, пошла она нахрен от Испании. Не надо. Нацисты укрепились в Испании. Потом сожрали Чехословакию и говорили, да ладно, ну что там, Чехословакия, у нас курс фунта стерлингов должен быть нормальный. Чехословакию схарчили, потом Польшу, потом к ним все это пришло. Понимаете? Неужели вот мозгов не хватает понять сейчас, что мы в зародыше? Поздно! Лучше поздно, чем никогда, с душем эту гидру, правильно Юрьевич говорит, с которыми наши деды воевали, неужели это сложно понять? Неужели курс доллара важнее, а? Спасибо. Антон просит, чтобы я задал вопрос обоим участникам. Вот пишут лгуны еще здесь, например, бомбят Ивана Франковска. Ивана Франковска никто не бомбит. Бомбят военный аэродром, точнее уже разбомбили рядом с Ивана Франковском, так же, как бомбили военный аэродром и в других местах. Я не верю, и я буду сам против этого, если российская армия будет применять оружие в населенных пунктах. Она их пока не применяет. Я надеюсь, и не будет этого дела. Так что врать здесь тоже не надо. К новостям по бомбежке, я думаю, мы еще перейдем. Вот вопрос начнем с вас, Николай Николаевич. Что бы ваши гости хотели сказать депутатам Государственной Думы, не голосовавшим за признание Республик Донбасса? Я не знаю, Глазкова не просто голосовала. Она сейчас под санкциями, она не может поехать на неделю высокой моды в Милан. Она туда не ездила, правда, никогда за свою жизнь. И относится к этому спокойно. Ее округ это Алтай, Республика Алтай и ТВ. А тут пишут, вся интеллигентская Москва против агрессии. Да хватит врать. Интеллигент это не тот, кто без ошибок пишет или диплом имеет. Интеллигент тот, кому боль и страдания чужих людей дороже своих собственных. Вот это вот настоящие интеллигенты. И они, эти интеллигенты, не могут быть за нацистов. Не могут быть за Бандеру и Шухевича. Интеллигенты, вы что, с ума сошли? Бандера и Шухевич, это ваши кумиры, что ли? Вы что, серьезно это? Вот эти злобные антисемиты. Это ваши, которые поступили после войны, знаете, их разведки перекидывали. Американцы их брать не хотели, слишком одиозные. Кинули их итальянской разведке. Ну просто, типа, занимайтесь ими как-нибудь там, пожалуйста. Зверье же просто, понимаете, зверье. Они же устроили кровавейший погром во Львове в свое время. Заставляли там, на кладбище рубили голову, заставляли зубными щетками, как нацисты. Тротуары профессоров египтологии чистить. Интеллигенты, блин. Там, понимаете, вот эти вот студенты над ними издевались, как в Китае во время культурной революции. Ты мне двойку поставил еврейской мордой, как они там говорят. Вот я тебе сейчас голову отрублю. Вы что за этих, что ли? Да вы что с умом? Вы посмотрите на них. Вот на этих последующих сейчас, которые с факелами там ходят по улицам Киева. Вы что? Какие вы интеллигенты-то после этого? Интеллигент это свободу мысли. Это право на разную точку зрения. Это в конце концов четкий отпор звериному национализму. Вот этим героям славы. Это же нацистское приветствие. В Германии, если вы нацистское приветствие произнесете, вы два года получите интеллигенты за это. Просто за это, понимаете? А там ничего, нормально, да? Ну, как так можно? Как можно называть себя интеллигентом и быть за нацистскую сволочь? Да вы что? Спасибо, Евгений Иванович. Вам есть что сказать депутатам, которые не голосовали за признание республик? А я не знаю, были такие? Честно говоря, я как-то... Да, было как? Евросоюз... Вот, кстати, тоже интересно. Пишет интеллигентская Москва. Вы мне Москву не поганьте здесь. Вот 351 человек, включая, да, мою супругу, которые приняли заявление Госдумы с просьбой к Путину признать независимость ДНР, ЛНР. Они подверглись санкциям. За что? Это вы за демократию? Это вы считаете, что парламентарии страны и прежде чем за что-то голосовать? Ну, может, они сглупили, не знаю. Они что, в Европарламент должны звонить? Или еще куда-нибудь? И говорят, ничего, вот если мы вот так вот проголосуем, да вы что, с ума сошли? Я еще, знаете, могу себе представить, как дипломат, санкции там против государственных чиновников, у которых какие-то распоряжения выполняют. Как могут быть санкции против парламентариев, каких угодно. За то, что они проголосовали вот так, а не вот так. И это демократия, что ли? Называется, серьезно, да? Вот понимаете, это все, что мы там, я не знаю, они сейчас примут какой-то там закон в Германии, но нам он не понравится. Мы возьмем там всех их под санкции. Ну, что это за бред, сивой кобыл. Я такого даже в истории международных отношений не припомню, чтобы парламентариев штрафовали за то, как они голосуют. И мы за демократию при этом. Мы интеллигенты. Спасибо. Вопрос внезапно от Евгения, нашего постоянного слушателя. Как вы вообще относитесь к Анатолию Ширию, Евгений Юрьевич? Да никак. Я, собственно говоря, его не особо знаю. И, честно говоря, не особо слежу за его эфирами. Я сегодня утром попытался посмотреть его эфир, который он вел в прямом, так сказать, эфире. Прошу прощения за тавтологию. Но он какой-то был очень невнятный. Там было полным-полно как официальной информации, так и всякого рода фейков. Ну, я, честно говоря, не являюсь его большим поклонником и поэтому не отслеживаю эфиры. Может, он действительно реальный оппозиционер и антифашист. Может, он преследует сугубо личные цели. Евгений Юрьевич, вот тебе пишут Шарий-Антисоветчик. Ну, вот видите, люди знают, кто такой Шарий. Если он антисоветчик, то он мне точно не союзник. Я еще раз, вот я просто сейчас ухожу, у меня другой эфир. Я еще раз хочу достучаться до сердец. Если не до ума, то до сердец наших людей. Вы же поймите, что основой того кризиса, который сейчас произошел на нашей родине, на нашем так называемом постсоветском пространстве, является антисоветизм и антикоммунизм. Мы сами своими руками побежали за трехсот сортами колбасы. Юрьевич, а сейчас они поддерживают антисоветчиков за курс доллара. Вот эти патриоты. Не рубля, а доллара. Мы за туалетной бумагой побежали. Нас как козлов там или ослов морковкой поманили. И мы, по сути дела, нашу родину, за которой погибли наши деды и отцы, сдали. А теперь пожинаем плоды нашего же антисоветизма и антикоммунизма. Нам промыли мозги. Сказали, что мы жили в кровавом сопке, в кровавом мордоре. И вот, вот мы реально и получили этот кровавый мордор. А что вы хотели? Что в условиях звериного капитализма капитал всегда будет использовать именно национальную карту. Но Украине к этому было все готово. Я еще раз говорю, что так называемый РУФ, народное движение за перестройку, оно изначально возглавлялось бандеровской сволочью, которые рядились, так сказать, под советских граждан всей этой прогнившей творческой интеллигенции украинского разлива, всеми этими письменниками, типа драча. Понимаете? Тот же Коротич, который возглавлял Огонек и начал всю эту вакханалию десоветизации и декоммунизации нашей страны еще во времена Горбачева и Яковлева, его же оттуда из Киева притащили в Москву и специально назначили главным редактором этого журнала. Он дал старт этой кампании уже в 87-88 году. Именно там стали публиковаться первые антисоветские агитки. И вот мы получили результат. Это логический результат развала Союза, базой для которого стал антисоветизм и антикоммунизм. Пока вы не уразумеете этого, мы так и будем получать это. Вот условно говоря, я, может быть, небольшой поклонник Лукашенко. А кто на смену Лукашенко готовился? Второй Зеленский, второй Порошенко Белорусского разлива, чтобы там уже на территории Белоруссии попытаться создать такой же нацистский режим? Неужели это трудно понять? Да, безусловно, власть имущие пользуются этой, так сказать, страшилкой и разыгрывают эту карту. Но здесь нам выбирать не приходится. Однозначно, когда мы говорим о конкретной, вот нынешней ситуации, не в целом рассуждаем о том, что война это плохо, что смерть любого человека это плохо. А в конкретной ситуации, когда мы поставлены в эти условия, да сами себя во многом загнали в эти условия. Но задача номер один, это ликвидация бандеровского нацистского режима. Спасибо. Я прошу прощения, мне надо убегать. Поэтому я с вами попрощаюсь и попрощаюсь с нашими уважаемыми зрителями. Я вас благодарю за то, что вы присутствовали. Спасибо. Всего доброго, Евгений Юрьевич.